Ну, сам проект мы разрабатываем уже больше двух лет, и делаем это в свободное от работы время, поэтому, в принципе, так и долго. Но основные трудности, естественно, со временем, потому что ни у меня, ни у моего партнера Сергея это не основной вид деятельности, поэтому все упирается во время. Кошт, прикладно, полторы тысячи долларов. Чому так вот удалось утоннить этот проект? Ну, изначально, когда думал над проектом, то есть закладывалось, ну, не хотелось тратить своих денег слишком много, поэтому всегда выбирались материалы подешевле, выбирались самые простые решения, и, в конце концов, то, что получилось, оно и получилось гораздо дешевле, чем современный протез. Но при всем при этом функционально как бы мы многие вещи можем делать, то, что делают современные протезы. Але гэта медицинская техника, в принципе, ці консультаваліся вы з медиками, ціму же нехта з вас мае медицинскую адукацию? Ни у кого из нас нет медицинского образования, и пока не консультируясь з медиками. То есть в перспективе, да, но пока все такое на энтуазиазме. А с чаго складается, в принципе, сам протез? Я чул про то, что вы використовували 3D-принтер, а что еще? Ну, как бы у нас сам протез состоит из трех частей. Это непосредственно кисти, потом системе управления протезом, и гильза, которая как бы соединяет протез с рукой. Вот непосредственно кисти системы управления можно распечатать на 3D-принтере. То есть внутренние детали, все микросхемы, они тоже доступны на порталах, то есть их можно заказать в магазинах. Гильзу изготавливает, ну, как бы это индивидуальная часть, и ее должен изготавливать доктор, соответствующий. У Беларуси у продажей нема такого ясше. Може быть, до вас зверталісь уже учиновники з Министерства Аховы Здаровья и пропоновали поставить гэта на некие такие промисловые рейки? Мне сказали, что в ближайшее время свяжутся, и будем разговаривать, как это довести до какого-то состояния, которое можно предложить людям. А на угол можно промисловый выпуск наладить? Можно будет это наладить, но нужно доработать, и я надеюсь, что... Ну, сейчас не могу об этом говорить, потому что еще не знаю. Будет видно, будем говорить. Я бачил, что на проект вы избирали гроши, цешмат людей отгукалися и допомагали. Ну, вот интересно. Мы сейчас собираем на MySense, MySenseBuy, деньги, и при всем этом информационном шуме, который сейчас происходит, фактически так мало людей жертвует. То есть мы собрали всего 695 белорусских рублей. Ну так, с оправдой, не шмат. А вот, может, вы все же консультовались на анатомии, то, как я так разумею, в другую частку, я е... Ну, доктор дает, да, вот такая непосредственно на руке, так? Ну, изначально мы делали гильзу сами, то есть ее, в принципе, можно изготовить самостоятельно, используя там бинты, которые при переломах используют. Но она получается такая довольно топорная, не очень удобная. Поэтому нам помогли изготовить непосредственно эту часть. Может быть, некто хотел выкупить проект, например? Ну, вот в последние дни сейчас очень много людей обращаются, там, нужно, хотят открыть офисы в России, в Ливане, в Америке, там, давайте будем продавать. Вот, я пока говорю, что, ребята, это все хорошо, но надо довести это до какой-то нормальной стадии. Потому что это все же мы еще находимся в стадии прототипа. То есть как бы там ни было, со всеми своими достоинствами и недостатками. Что уже зараз можно робить с допомогой протеза? Ну, в данный момент я разработал для отца программу. И конечная цель этой программы – это приготовление завтрака. То есть в эту программу входит сервировка стола, потом, ну, там, разбивание яйца, перемешивание, то есть это все со сковородкой работы, нарезание хлеба, там, масла. Вот, и как бы он этим пользовался, сказал, что, в принципе, он все это может сделать на данный момент. А кольки можно корыстаться по часу? Ну, даже не знаю. По идее, в принципе, можно использовать как бы целый день. То есть насколько это комфортно будет человеку. Ну, отцу как бы дискомфорта это не доставляло. То есть вот он носит обычный косметический протез, вот, а в свободное время, то есть тренировался и с этим протезом. То есть пока еще в таких испытаниях, насколько это максимально, не проводилось. А протез для иншей частки тела, там схема подобная? То есть можно по неких таких накатанных рейках так само працовать уже на подставе вашего проекта? Ну, я только интересовался ногами, и с ногами там, мне кажется, довольно сложнее все это сделать. Ну, наверняка это можно сделать, но просто я решил сосредоточиться непосредственно на протезе кисти, потому что есть близкий человек, который сразу отдаст фидбэк, ну, быстрый. Поэтому как бы мы ему изготавливали. Ну, возможно, в перспективе, если все так хорошо пойдет, будем делать и для ног, и для других частей тела, если бы... Коллега, это тревать, да. Зразумело. Ну, а я так разумею, что у кост проекта сам 3D принтер не выходит? В плане еще раз... Ну, у кост проекта 3D принтер вы не набывали сами, так? Нет, мы участвовали одно время в Social Weekend, это белорусский конкурс социальных проектов, и мы шли туда с идеей, ну, с целью получить деньги на покупку 3D принтера. Вот, но когда участвовали, там, нам предоставили его в пользование, он говорит, можете бесплатно использовать его, и сейчас он стоит... В Беларуси есть такая мастерская Hackerspace, то есть, платишь, как бы, деньги за месяц и пользуешься. Там куча разных инструментов и все такое. Вот, и, в принципе, мы пользовались этим принтером, но сейчас он занят, как бы, и мне не особо удобно туда добираться, вот, хотя, ну, возможность есть такая. И мы решили, чтобы ускорить разработку самого протеза, начать сбор средств на непосредственно покупку деталей дополнительных к протезу и своего принтера, чтобы, как бы, быстрее довести это до конца. Цікавое еще, а вот с чего вы начинали? Может быть, брали уже некую идею, уже были некие напрацовки, все начинали с нуля? Нет, конечно, в интернете очень много наработок различных. Изначально был и есть проект такой роботизированного человека, то есть, мужчина делает робота, человекоподобного во Франции, вот, и одна из частей у него была эта рука. Вот, я решил, как бы, попробовать ее использовать, но так как она именно для робота разрабатывалась, то есть, невозможно приспособить именно к протезированию. Вот, и смотрел другие наработки, то есть, современных протезов, то есть, чуть-чуть с них взяли, то есть, какая-то с миру по нитке, вот, собрали, адаптировали именно под редопечать, чтобы было ненакладно, чтобы это было как-то просто, и сделали вот такой продукт. А минавито, ну, 3D-принтер, калі з допамога яго вы выраблялі, ось, гэты сам проект руків сами малявали? Да, то есть, Сергей, сначала, как бы, я начинал, когда у меня не было никаких партнеров, я разработал, ну, начал изучить программу, разработал, там, модель эту, распечатал, у меня получился такой, типа, огромного банана, ну, с размерами не угадал, вот, и решил, что самому, как бы, это развивать, ну, в нормальное время это невозможно, и решил найти профессионального конструктора. Вот, и непосредственно сейчас с ним работаем, он это все в программе делает так, как должно быть. Кольки на угол людей треба, кольки у вас зараз працює? Ну, а щас двое. Я, ну, как, именно программную часть закрываю, вот, смотрю там по развитию проекта, вот, с вами встречаюсь. Вот, Сергей занимается 3D-моделированием, то есть мы какие-то технические части обсуждаем, как нагрузки, там, как это лучше сделать технической точки зрения. Зразумело. Ну, и я так разумею, батька вас консультує, на кон того, что там зручно, что не зручно. Да, это первый человек, который даёт оценку, вообще работает это, не работает, удобно-неудобно, да, мы переделаем, несколько раз уже пальцы переделали, механизм управления переделали, то есть всё подгоняем, как бы, и адаптируем, совершенствуем, скажем так. Может быть, у двух словах распорядзеться, як працює гэта мінавіта, пакуль без демонстрацій? Да, конечно. Смотрите, современные протезы, они работают на биоэлектрических датчиках, то есть без всякого вживления, ну, я говорю безоперабельных, без всякого вживления просто датчики касаются мышц, и когда вы мышцу напрягаете, снимается сигнал, как бы усиливается его, и уже за счёт этого происходит движение. Вот, я поискал современные вот эти датчики, какие-нибудь дешёвые, и нашёл дешёвые, но они нормально не работают. Вот, поэтому, как бы, пришла мысль вот именно сделать специальный захват для культи, для окончания культи, и поворачивая культю там влево или вправо в гильзе, то есть на этот же угол мы разгибаем, либо сгибаем пальцы. Но современные протезы, там вот напрягаешь мышцу, рука разгибается, вторую мышцу, например, напрягаешь, рука сгибается. У нас именно можно контролировать угол поворота, то есть, и если, ну, обучение, например, происходит, я вот выкладывал ролик в течение там буквально трёх минут, и отец мог спокойно уже взять стакан, налить воду, то есть практически мгновенно, то есть ему некоторое время понадобилось, когда мы первый раз испытывали, типа, говорит, подожди, Олег, мне надо адаптироваться. То есть 20 лет не было руки, а тут есть рука, как бы, ну, выглядит, по крайней мере, как рука, и ещё и двигается, и не просто двигается, а подконтрольно, как бы, ему. И вот он немного посидел, подумал, короче, поэкспериментировал, потом раз, и всё уже, начал использовать. А вот запчастки, их требуется, бывает, замяжёте, нечто можно у нас достать? Кнопки, наверное, можно у нас достать, остальное всё по нормальным ценам, замяжёй. — Добро, мы развитвуемся с нашими слухачами, але далей за нашей размовой, и за тем, что будет отбываться в нашей студии, можно сочить у нашем аккаунте в Фейсбуку. И мы переходим до самого цикавого, Олег, давайте продемонструем, як всё же это працует. — Давайте, давайте. Ну, вот, например, открыли, взяли бутылочку, можно, например, открыть, да, ну и, грубо говоря, вот наливать там себе, или я сейчас закрою, чтобы, например, вот и пить. — Угу. — Вот, ну и открыли. То есть пока это все пальцы разгибаются, но можно сделать разные захваты, например, эти пальцы не будут работать, а будет работать, например, там только первые два, первые два, там, например, захваты для мышки, ну, то есть можно сделать вообще один, ну, типа для клика. То есть, ну, программа эта, можно обыграть как угодно. — Заразумело. А что я сейчас пробовали робить? Ну, вы сказали про снятанок, я бачу виды с газонокосилкой, с бензопилой. — Да, с тримером, и больше ничего такого интересного. — Может, некие обмежевания по тяжкости есть, что можно поднимать, а что нет? — Пока мы не экспериментировали максимальный вес, потому что этот единственный у нас, ну, как бы, этот единственный протез, надо его всем показывать, все хотят, я не успеваю сделать вторую версию, чтобы потестировать. Вот, но сумки брали, то есть обычный человек, не то, что там, как эти тяжеловесы, но обычная в обиходе сумка, нагруженная там продуктами, она спокойно поднимается. — А может быть, можете некто каписать, как кончатковый вариант будет выглядать? Он будет нечем адрозниваться от того, что есть? — Конечно, мы хотим его немножко уменьшить, придать его такую анатомическую человеческую форму, сделать его более цепким. Мы сейчас его тоже покрываем жидкой резиной, чтобы не проскальзывали, потому что пластик, он скользкий. Вот, ну, будет более красиво. Ну, и функционал, естественно, креп, добавим ему прочность. — То, Бук, не будет неких там, ну, можно будет хоть подтягиваться на турнику. — Ну, хотелось бы, то есть все зависит от материала. — Заразумело. Дяку вам велике. — Да. — Да, давайте еще раз поглядим. — Давай, с бутылочкой. — Давайте, может, с мышкой попробуем. — Мышка? — Ну, мышка вон такая. — Надо тренироваться. — Ну, выскальзывает. — Да, выскальзывает. — Добрый, Олег, дякую вам велике, что проводились нам продемонстровать, расповести. — Давайте будем сподеваться, что худким часом это будет достижено для всех людей. — Спасибо.